Всем привет! Вы смотрите канал TechUnion. Меня давно уже просили показать, как красить видео, которые были сняты под водой, как вернуть им естественный цвет. Сегодня в этом видеоролике я вам постараюсь рассказать, как это сделать, но для этого нам понадобится один стандартный плагин и один сторонний, поэтому мы с вами будем быстрее начинать. Поехали! Поехали! Он по умолчанию находится у нас в эффектах Color и вот здесь Color Correction. Что касается второго плагина, который называется Channel Mixer Alex4D, его можно будет скачать по ссылке в описании, он абсолютно бесплатный. Скачиваем архив, распаковываем его и кидаем папочку по пути фильмы, Motion Templates и здесь эффекты. В моем случае вот он, Color Alex4D и здесь несколько папочек. После того, как вы все это сделали, делаем следующую с вами историю. Переходим в Final Cut и начинаем экспериментировать. Я убираю все, что я применял. После этого нужно нажать Command 7. У нас откроется вот такая вот история. Здесь мы выбираем второй пункт, далее выбираем Vectro Scope и здесь выбираем Wave Form и Channels выбираем самое первое. Опять же, это урок не профессиональной цветокоррекции. Это для новичков. Те, кто первый раз с этим сталкивается, буду объяснять очень простым языком. Если вам видео приходит приблизительно вот в таком вот цвете, то есть это либо вот такой вот зеленый, для зеленого у нас будет отдельный способ, для вот такого синеватого отдельный, ну и еще один способ у нас будет для полностью вот такого вот синего видео. Естественно, вы можете рассчитывать на то, что ваше видео будет сыпаться немножко, но этого стоит. Что нам нужно сделать для того, чтобы исправить баланс белого и цвета у этого видео? Мы переходим во вкладку Alex4D, берем Channel Mixer и переносим его на видео. После этого, что мы с вами делаем? Нажимаем на клавишу Show и у нас появляется вот здесь довольно-таки много ползунков. Первое, что нас интересует, это ползунок Red и Green. Когда мы его тянем, нужно смотреть вот на этот первый столбик. Нам нужно красный вытянуть плюс-минус на уровень с зеленым. Итак, я это делаю и мы видим, что плюс-минус у нас получается вот такая картинка. На этом мы уже могли бы остановиться, но нет, мы с вами идем дальше. Далее мы выравниваем зеленый и синий. Для этого мы берем Blue Green, вот этот ползуночек. И мы подтягиваем синий так, чтобы он оказался плюс-минус наравне с красным. Еще раз Blue Green и немножко вверх тянем. Мы видим, что наша картинка стала бесцветная, поэтому мы переходим во вкладку Color, выбираем Color Correction, переносим на видео. После этого можно сделать Hide Channel Mixer и открываем Color Board. Первым делом мы переходим в Saturation и здесь поднимаем Mid. Где-то можно на процентов так 30 спокойно поднимать. После этого мы можем поднять также общую насыщенность еще чуть-чуть и переходим в экспозицию. В экспозиции мы понижаем общую экспозицию, понижаем наши с вами тени и немножко поднимаем Highlights. Тем самым мы получаем довольно-таки неплохой результат. Что было до и что стало после. Это наша с вами первая картинка. Теперь едем дальше. Что будем делать с вот этой картинкой? Мы опять же переходим в Color Alex 4D, берем наш Channel Mixer и здесь уже работаем немножко по-другому. Вот мой Channel Mixer, я его открываю. И что мы с вами делаем? Первым делом нам нужно Green убрать. Мы берем ползунок Green Green и убираем его в минус. Тем самым, точнее нет, неправильно, не с этого мы начали. Нам нужен ползунок Red Green, который нам нужно поднять в плюс. То есть мы вот делаем вот такую вот историю. Мы выравниваем красный плюс-минус наравне с зеленым. Опять же мы смотрим вот сюда вот. После этого мы берем Green Green, вот этот ползунок, и тянем его в минус, для того, чтобы у нас зеленый оказался где-то между красным и синим. После этого мы берем зеленый и синий, это вот этот, и добавляем его в плюс. Получается у нас такая довольно желтая картинка. Плюс-минус это скорее всего то, что было под водой. Но мы сейчас немножко это исправим. Переходим, перетаскиваем Color Correction, это сворачиваем и открываем Color Board. Первым делом мы переходим в Color и берем наши с вами Mid-тоны, вот они, и тянем немножко в синий цвет. Немножко наверх, вот таким образом, для того, чтобы это было у нас с вами не так сильно желтое. Далее мы переходим в Saturation, берем Mid, поднимаем наверх. Переходим в экспозицию, тени здесь опускаем, Highlights вытаскиваем и Mid-ы опускаем. Тем самым получилась довольно-таки желтая картинка, но мы возвращаемся в Color. Берем вот этот ползуночек Global и находим плюс-минус тот баланс белого, который мы хотели бы видеть. И это, я думаю, плюс-минус будет что-то вот в таком вот духе, но вот как-то так. Итак, смотрим, что у нас было до и что стало после. По-моему, это два разных видео просто-напросто. Ну и теперь мы берем последний фрагмент. Естественно, если есть из вас колористы, которые готовы рассказать мне, как правильно это сделать, углубиться просто во все вот эти тонкости цветокоррекции, обязательно вас послушаю. Пишите мне в Telegram, мне самому, если честно, очень интересно. Ну и мы смотрим, что можно сделать с синим цветом. Работаем по той же схеме. Включаем обратные эффекты, убираем все, что здесь было изначально применено. Переходим в Alex4D и берем Channel Mixer. Я его перенес. После этого мы опять же его открываем. И что мы первое делаем, это вытаскиваем Red и Green вверх. Нам нужно поднять красный чуть выше, чем зеленый. После этого берем ползунок Green-Green и опускаем его вниз. Вот таким образом. И Green Blue мы с вами поднимаем наверх. Тем самым мы видим, что мы компенсируем наш зеленый свет. И он у нас появляется где-то между красным и синим. После этого мы с вами сворачиваем эту вкладку. Переходим в Color, Color Correction. Открываем Color Board. Здесь сразу же переходим в экспозицию. Тени мы затемняем. Highlights затемняем. После этого берем ползунок Color Global и тянем его немножко в фиолетовый цвет. Чтобы сделать плюс-минус вот такую вот историю. Ну и после этого можно перейти в Saturation и немножко добавить насыщенностью. Тем самым мы получаем уже что-то плюс-минус, похожее на реальную картинку. Вот такая вот история. Все ссылки есть в описании. Если у вас есть комментарии к этому уроку, обязательно оставьте их внизу. Будет интересно почитать. Ну а если опять же из вас кто-то есть профессиональный светоколорист, то пишите мне в Телеграм. Будет интересно узнать, как действительно правильно это делать. Может я и правильно это делал, но это я научился самому. Поэтому опять же самоучки и правильно цветокоррекция это разные вещи. Вот собственно пишите в комментариях. Почитаю. Также с вами свяжемся в Телеграме. Может запишем уже более профессиональный урок по этой теме. А на этом собственно все. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok